Сценическая площадка, зрительный зал на досуговой площадке Варваровки вспомнили героев войны поименно. В День памяти и скорби, 22 июня, организаторы летнего детского отдыха провели обучающий семинар. 73 года назад, 22 июня, началась Великая Отечественная война. О страшных днях тех лет рассказал председатель Совета ветеранов села Варваровка Владимир Сайгушкин. Сам не участвовал в сражениях, ребенком запомнил те страшные дни. Каждый десятый из общего населения государства не вернулся с полей сражений. И это память, которая должна для нас остаться на всю историческую эпоху. Школьники зачитали письма солдат с фронта, рассказали истории героев войны, своих ровесников. И, кажется, сами иначе взглянули на исторические факты из уроков истории, прониклись. Основная наша цель – донести до нашей молодежи, чтобы в их памяти, в молодых умах остались наши деды, которые погибли, ради того, чтобы мы жили на этой земле. В основном мы будем говорить о детях, о детях войны, которые погибли, защищая свою родину. Многие школьники, первоклассники впервые узнали, что их ровесники тоже внесли вклад в победу советского народа. Более 15 тысяч детей героически проявили себя во время обороны Ленинграда. Около 20 тысяч ребят не отступили перед врагом в битве за Москву. Детей награждали медалями и орденами, а в указах не упоминали, что это дети, и называли их по имени-отчеству. Молодое поколение должно знать о том, что наши предки совершили такой подвиг и находили такие силы и совершали такой героизм. В Анапе и сельских округах для детей организованы 28 досуговых площадок при учреждениях культуры. Цель таких семинаров – обмен опытом. Итоговый семинар пройдет в августе в Доме культуры Станицы Анапская. За два месяца педагоги посмотрят и обсудят программы всех площадок.